Привет! С вами Виконста. Сейчас мы находимся в Крыму. И посмотрите какой надвигается дикий ливень. Я уже прибарахлился зонтиком. Ну а так отдыхающие массово бегут с пляжей. Посмотрите какая толпа идет оттуда. Даже чайки улетают с этого побережья. В общем я думаю дождь нас не застанет. Но посмотрите вон какая идет полоса. Все массово покидают мыс Алчак. Гору Алчак-Кая. Все будут прятаться по домам. Потому что надвигается дикий шторм. Буквально за 10 минут начался очень сильный шквал ветра. Я сейчас включил дополнительную ветрозащиту. И плюс электронную. То есть я думаю вам не будет сильно слышно ветра. Ну а так посмотрите море разбушевалось. И вот там почти пол судака накрыл дикий ливень. Даже рыбаки сворачивают свои удочки. И текают домой. Конечно очень интересно сейчас будет понаблюдать. В этом году Крым массово накрывает дожди. Очень страшные ливни. И огромный поток воды льется рекой. Прям в море. Вот видите последствия еще предыдущего дождя. Там как раз есть такая сливная канава. И вся вода с гор стекает в море. Видите даже серый такой цвет. Посмотрим что сейчас будет твориться. И будет ли вообще очень сильный ливий. Чайки массово поднялись все в небо. И наблюдают свысока как люди текаются по домам. Посмотрите все буквально за 5 минут оделись. И ушли с пляжа. Некоторые люди ждут вон в беседке. Думают что их этот дождь не накроет. Чуть поближе подошел. И смотрите все собираются по домам. Да, вон там дикий ливень идет. Даже сворачивают переноски. Потому что понимают что сейчас что-то будет серьезное. Весь судак затянуло дождливыми тучами. Люди даже перестали распаливать мангал. Прячутся чтобы дрова не намокли. Огромная колонна людей. Он выдвигается по домам. Потому что уже начался дождь. Видите, даже люди прячут свои продукты. Почему? Потому что сейчас это все намочится. Кстати, вот такой стаканчик малины 100 рублей. Дождь такой пустился хороший. Капли большие. Прячутся под навесы. Единственное, вот тот кто шашлык жарит. Ему на дождь конечно пофиг. Ах, какой запах. Прекрасный. Если вы собрались в путешествие, то обязательно захватите с собой зон. Потому что неизвестно при какой погоде вы будете отдыхать. Вышел я на набережную. Как видите сейчас все магазины, торговые точки позакрывались. Так как очень сильный дождь идет. Видите, люди прячутся под такими маленькими зонтиками. Посмотрите, какое скаломученное море. Сейчас мы спустимся к морю и посмотрим, что же творит стихия в Крыму. Посмотрите. Вот эта вот вся река вытекает в море. Видите, как размыло пляж. На пляже никого. Один только я. И посмотрите, какая вода. Видите? Я думаю, на камере его очень хорошо видно. Выкидывает пакеты на берег. Видите, сколько мусора выносит море обратно на пляж. На пляже никого. Давайте вдоль берега пройдемся. Посмотрим, что же творится на остальных пляжах. Ну, а пока мы видим вот такую картину. Все закрыто, никого нет. Ничего не работает. Да, конечно, в этом году Крым массово заливает дождями. Полностью весь полуостров. Посмотрите, сколько воды стекает в море. Видите, здесь даже укрепляют ступеньки, но толку от этого мало. Вода все равно все разрушает. Просто поток воды идет. С верхушки. В это время уже начинается гудеж на набережной. Но, как видите, все идут прятаться по домам. Над судаком полностью затянуто небо. Посмотрите, черные дождевые тучи. Но есть люди, которые купаются в море. Ну, а что еще остается делать? Если уже намок с ног до головы, то можно и под зонтиком подстоять. Некоторые еще бегают. Ну, почему бы и нет? Не каждый день под дождем пробежишься. Видите, вон еще корабль приплывает к берегу. Интересно, намочило их. Скорее всего, что они плывут со стороны нового света. Оттуда ходят корабли сюда. Кажется, дождь усиливается. Видите, многие пораздевались, потому что нереально в одежде идти. И очень много продавцов, видите, понакрывали свои точки пакетами большими. Видимо, знают, что будет дождь. Даже собаку прячут под полотенцем. Дождь идет сплошной стеной. Ветер такой пронизливый еще продувает все тело. И вот со стороны нового света, знаете, там такое прояснение есть. Все-таки зонтик нас спасает. Ну, во-первых, камеру намочил бы, а во-вторых, очень много мелких капель попадает в объектив. Поэтому, если что-то будет попадать, я не специально это делал. Это все дождь. Смотрите, торговцы уносят свои причандалы. Не успели разложиться, ребята? Уже разложились и сложились. Видите, все стоят вдоль этого, а некоторые не теряют момент и он рисует портрет. Я же говорю, тут начинается в 5-6 часов движуха. Как раз все начинают раскладывать вещи свои. А видите, дождь всем все испортил. Но я надеюсь, он рано или поздно закончится и обратно все повыходят. Наверное, большинство людей сейчас пошли по домам, но некоторые в столовую думают, перекусим и как раз дождик переждем, и можно выходить будет на набережную. Сейчас мимо столовых будем проходить, посмотрим количество отдыхающих там. в это время здесь на байках гоняли. Но сейчас пустая трасса. Судакская бухта сегодня поменяет цвет моря. Обычно он такой бирюзовый, но сейчас потихоньку становится желтым, таким темно-коричневым насыщенным цветом. Дошли мы до Кипарисовой аллеи. Как видите, отдыхающих сейчас очень мало. Вон даже чайки на потоках ветра очень красиво плывут. Кипарисовая аллея пустая. Давайте спустимся поближе к морю. Здесь можно ноги сполоснуть. Видите, какой цвет воды. Представьте, это вся грязь судака вылилась в море. Вот такие раскаты молнии. Есть те вон, которые купаются. Ну а что? Все равно потом придете домой и будете купаться в душе. Все-таки вода там будет немножко почище. Видите, лежаки все в песке. Видимо, волны достигали до вот этих нижних ножек и потихоньку всасываются в песок. А так, конечно, вечерком народ бы уже подтягивался на улицу. Но сейчас, увы, ничего у них не получится. Посмотрите на гору Олчак-Кая. Вся затянута дождевыми тучами. Вон еще шхуна приплывает к берегу. Все думают, что дождь закончился. Начинают открывать свои торговые точки. Все в целлофане затянута. Какая красота гулять тогда, когда никого нет. Тишина. Дело в том, что и музыка перестала играть. Вот что самое основное. То обычно тут бум-бам, а сейчас тишина. И только раскаты молнии не слышно вам через камеру. Вообще на пляжах никого нет. Единицы только уходят с моря. Видите, здесь даже лежаки уже все собрали. Давайте прогуляемся по пирсу и чуть поглубже зайдем в акваторию моря. Погодка сегодня шикарная. Видели раскат волны. Представьте, какой ливень сейчас нам идет. Ну, как вам такой выпуск? Сегодня он необычный. Прогулялись мы под дождем. Мне кажется, дождь заканчиваться не будет. Хотя вот там со стороны нового света как прояснение. Воздух, конечно, шикарный. Сейчас волны разгулялись. Посмотрите, какая медуза прибилась к берегу. Диаметр, наверное, сантиметров 35, как сковородка. А больше медуз не видно. Ну, еще видно грязь, которая выкидывается на берег. Ну что, давайте прогуляемся теперь в сторону Кипарисовой аллеи и посмотрим, как там работают заведения. на пляже нет никого. Вы это сами уже посмотрели. Пустота. Хотя время на секундочку 7 часов вечера. Обычно народ отсюда уходит ну в часиков так 8. Не, есть, конечно, ребята, которые сидят до самой ночи, но очень мало людей. Но сейчас, как видите, нет никого. Ну кто будет по такой погоде ходить, кроме меня и с камерой. Выходите из пляжа надо ноги сполоснуть. Водичка теплая. Класс. Вроде бы и дождь закончился. А нет, все-таки поодинокие капли капают на голову. мороженое. Шарик 50 рублей. Сворачиваются все-таки. Так как торговля не пойдет. Конечно, у людей, которые занимаются продажей товаром, сегодня будет большой минус. Ну и все торговцы, которые работают в основном в сезон, то есть 4-5 месяцев в году, они делают себе, грубо говоря, двойную зарплату, то эти дни, конечно, будут сказываться на их кошельках. Молния сверкает, конечно, знал. Свет воды, конечно, шикарный. А вон есть люди, которые поплыли покорять просторы Черного моря. О, кстати, на шхуне тоже плывут. Наверное, там оделись хорошо, потому что ветер сейчас очень сильный. И плюс нужно что-то на голову надеть, потому что будешь весь мокрый. Мне вот интересно, что музыку не крутят? Не слышно. Обычно здесь такая музня долбит с вечера, а сейчас что-то не слышно. Видимо, дождь даже музыке мешает играть. Посмотрите, гипарисовую аллею не узнать. Время сейчас как раз пик для гуляк, а все идут наверное только с моря, потому что все время они где-то прятались. Поэтому все-таки дождь вносит свои коррективы. Видите, как через ультрафиолетовую лампу футболки светятся. Вот такой грязный поток воды идет. И это все соответственно выливается в море. Сделали вот такие ступеньки, чтобы в воду не ступать. Но уже мне кажется все равно если уже залезли в воду, то лучше всего конечно по такой погоде ходить в шлепках. их не жалко намочить. А если кроссовки, то нужно будет еще их сушить. Сегодня будет весело. Это сто процентов. Уже повеселились. Со всех дырок выходит вода. Может распогодится еще. И под вечер народ все-таки выйдет. А так конечно небо затянется. Да, как я и говорил, все прячутся в столовых. Во-первых, здесь крыша над головой есть. Ну, во-вторых, почему бы не покушать во время дождя. Тем более все равно еще пока никуда не пойдешь. Здесь в этой столовой как всегда движуха. Посмотрите очередь. С утра хожу очередь, вечером хожу. Очередь во время дождя конечно же столики заняты. Плюс еще там я смотрю караоке поют. Живой звук. Многие еще боятся выходить, так как сейчас их только намочило. А так думаю сейчас будем в окно периодически смотреть может немного и наладиться. Видите все накрыто целлофанами. Потому что товар намочит и все будет тушиться очень долго. Климат в Крыму мягкий и поэтому при любых осадках это все сказывается на вашем дыхании. Видели черепашки какие в воде. Целые домики для них сделаны и оборудованы. Чтобы потом их купили. Сегодня я показал вам дождливый судак. Если вам понравилось это видео не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и конечно пишите комментарии. С вами на канале был Виконста. До новых ! Продолжение следует...